Логос Здесь всё совсем просто. Во-первых, надо правильно, наконец, перевести библейскую фразу. Вначале было слово. Это полный абсурд. И это трагедия. Какое слово? Японское, китайское, французское? Давайте переведём правильно. Давайте не переводить слово «логос». Вначале был логос. А логос – это не только слово, это структура. Теперь давайте дальше. Если мы берём со словом, то мы сейчас попадём в сумасшедший дом, к поприщину. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Таким образом, было слово, которое было у Бога, и Бог произнёс слово «Бог». Вы что, понимаете, у вас голова не кружится от глупостей? Теперь давайте построим. Вначале был логос, и логос был у Бога. Логос и был Богом. Вот он, главный инженер. И решили вопрос первичности и вторичности. Вечный, несчастный, из-за которых, как гуливеровская остроконечники и тупоконечники, с обреками уничтожали друг друга. С какой стороны бить яйцо? Ну, это совершенно понятно, что логос и есть Бог. И второй ответ на этот вопрос. Я в Москве перед полным залом детей. Говорю, дети, покажите, где небо. Весь зал показывает туда. Говорю, а вы что, себя вообще ни во что не ставите? Почему небо начинается там, где вы кончаетесь? Почему оно только над вами? Разве вы не понимаете? Где небо? Ну-ка, кто догадается? Вдруг мальчишка поднимается и от ног через себя. Вот так. Говорит, вот. Молодец, умница. Таким образом, кончается паранойя, что Бог оттуда наблюдает за нами. Бог оттуда наблюдает за нами. Это куда страшнее. Там Он за нами не уследит. Хоть бы Он был миллионоглазым, миллиардоглазым. Каждый ходит писать в свои кусты. Он не может всех писающих назвать грешниками. Он только сюда засмотрелся, а тут уже Он другие писает. Не в положенном месте, извините за резкость. Так вот, Он там, и Он отвечает только за то, что есть в тебе. Потому что тот количество воздуха, которое там внутри, оно и есть часть неба. Поэтому в данном случае я пантеист и сторонник идеи о том, что Бог или главный инженер. Он выстраивая, помещает такую маленькую машинку. Ну, мы ее называем часто душой, кстати, совершенно правильно. Это есть душа, а Он на самом деле душа, это есть Бог. Это не какая-то абстрактная душа, а это именно Бог. Ну, так как мы привыкли назвать Бог, мы можем назвать его дядей Васей, в конце концов. Тоже посойдет, как бы его ни назвали. Евреи говорят, что у него нет названия. Да. Ну, нет, значит, нет, что его изобразить нельзя, потому что всякий человек, изображающий Бог, говорит, вот, вот я вам сейчас нарисовал Бога, а вот сейчас я возьму его и закрашу. Вот Бог. Вот так он пишется, так он выглядит на письме, так он выглядит. Поэтому евреи пишут Б, черточка, Г, О нельзя писать. Чтобы даже на письме не было, иначе это гордыня, понимаете? Потому что Бог, Он всеведущий, бесконечен, никогда не начинался, никогда не кончался. А мы начинаем с буквы Б, потом пишем О, заканчиваем букву Г и ставим точку. Вот и Бог. Какой Бог, говорят иудеи? Вы что, шутите? Вы с ума сошли? Вы шизофреники. А вот этот дядьку, который вы нарисовали, это что, вот таким? Потому что, тем более, они говорят, ну как, Христос говорит, кто видел меня, видел моего Отца. Еще лучше. Здрасте, приехали. Ты же говоришь сам, священник, что он вочеловечен, что он Бога-человек. Если он выглядит как человек, то его специально сделали человеком. Да любой научный фантаст тебе скажет, что лягушку можно на землю поселить, разум в нее вдохнуть, и она будет высшей математикой заниматься. Так вот, что здесь получается? Вот, кто видел меня, говорит Христос, видел Отца. То есть, значит, видел такого же дядьку с бородой, с такими же двумя ногами и двумя руками. Вы что, ребята, с ума сошли? Ведь Бог – это дух. И вот так на каждом шагу, вот такой абсурд, который, не знаешь, смеяться или плакать, или пойти в крестовый поход против крестоносцев, понимаете, или начать вообще объявить всеобщий атеизм.